Издательство Эксмо. Вадим Петровский Алексей Ходорыч. Идеальный аргумент. 1500 способов победить в споре с помощью универсальных фраз-энкодов. Глава первая. Введение в энкодоведение. Вы когда-нибудь видели, как самолеты сбрасывают тепловые ловушки? Зрелище завораживающее, надо сказать. Это похоже на огромную бенгальскую свечу в воздухе. А знаете, зачем это делают? В горячих точках военные, даже гражданские суда подвергаются атаке ракет с тепловым наведением. Ловушка работает как приманка. Ракета распознает ее как более горячий объект по сравнению с выхлопом двигателя самолета и автоматически перенаправляется в ее сторону. Как результат, ищейка берет ложный свет, а самолет минует опасную зону. Так и с энкодами. Иногда они напоминают тепловые ловушки, направляющие вашего спарринг-партнера по ложному следу. Увидеть достоинства энкодов проще всего на примерах из реального общения. Приемы офисного айкидо. Например, ваш коллега объявляет вам претензию, а вы, чтобы понизить градус беседы, в шутку отвечаете. Ну, я же не ангел. Или во время встречи выпускников вам задают вопрос, на который вам не хотелось бы отвечать, и вы небрежно бросаете. Не хочешь страшных ответов? Не задавай мне страшных вопросов. Или смело парируйте. «Да кто ты такой, чтобы ставить меня в тупик?» Или «Да ты, видать, психолог». Кто-то проявляет неуважение, нападает или ведет себя несдержанно. А вы ему «Тебе действительно недорога твоя репутация?» Или «Вот это я и называю эффектом Саакашвили». Хотите похвалить или подбодрить? Используйте «Ты мой кумир» или «Я думал, что я один такой безудержный». Впрочем, эти же два энкода подходят и для иронической оценки или мягкой критики. Если вам нужно выиграть время или ошарашить собеседника, то можете воспользоваться несколькими вариантами. «Кто заставляет тебя говорить эти слова?» Или «Все еще мечтаешь прославиться?» Впрочем, эти фразы хороши для того, чтобы отвечать на любую агрессию. Вообще, одни и те же энкоды можно использовать для совершенно разных целей. На то они и энкоды. Только нужно помнить, и мы потом поговорим об этом далее в книге, что эти «волшебные словечки» не панацея. Иногда их использование не просто неэффективно, но и опасно. Что такое энкоды? Энциклопедическое определение, придуманное нами для новой аналитической энциклопедии, звучит так. «Энкоды» от английского «энкод» закодировать. Многозначные фразы, которыми можно отвечать практически на все реплики собеседника. Они позволяют вести беседу играючи, применяются для блокировки, перехватывания инициативы для делового и дружеского общения, для создания комического эффекта и вообще являются своего рода лакмусовой бумажкой в диалоге, поскольку проявляют истинные цели собеседников. Также ими можно просто запутывать в ответ на агрессивный выпад или просто ради забавы. Например, фразы «Люби ответ в вопросе, а не вопрос в ответе». Когда пион тянется вверх, он исчезает там, не давая ответа. Серебро должно быть трескучим. Дадут вам гарантированные пять секунд дополнительного времени. В идеальном энкоде закодировано несколько смыслов, точнее, собеседнику должно так казаться. То есть неоднозначность толкований – это и правда важно, если вы, конечно, понимаете, о чем я. По последним авторским подсчетам, всего в мире зарегистрировано около трех тысяч энкодов, и третий из них содержится в нашей книге. К чему ты клонишь? Все, что тебе нужно, это представить, что перед тобой живой человек. Это не моя тайна. Ну, я же не ангел. И да, и нет. А оно тебе надо? Я понимаю, о чем ты. Я ведь человек слова, но не дело. А сам-то как думаешь? Камешек в мой огород? Купились. События нарастают. Еда приходит к тому, кто умеет готовить. И так далее. Евпоча. Популярная в интернете аббревиатура от «Если вы понимаете, о чем я». Это тот же самый энкод. В отдельную группу можно выделить матричные энкоды, представляющие собой форму, которую можно наполнять любым смыслом. Например, вопрос «Сколько времени?». Энкод-ответ «Время нужно только неудачникам». Или «Что такое счастье?». Ответ «Вопросы о счастье задают только неудачники». Энкод «Люби вопрос в ответе, а не ответ в вопросе» тоже является матричным. Например, «Люби не себя в бутылке, а бутылку в себе». Или «Люби энкоды в себе, а не себя в энкодах». Определение с авторства книги Вадима Петровского звучит, как всегда, лаконично и просто. Энкод – нарочито двусмысленное высказывание, основанное на использовании речевых клише, маскируемых под спонтанную реплику в диалоге и обладающие скрытым содержанием, которое противоположно по смыслу ожиданиям партнера и в силу этого способно ввести его в состояние замешательства, обескураженности, недоумения. А если еще проще, энкоды – это речевые фразы-клише, обескураживающие собеседника. Общение при этом приобретает условный, нарочито парадоксальный, провокативный или игровой характер, так как явным образом указывает на наличие скрытого плана в обмене репликами. Хамите, парниша. Многие из тех, кто не видел, как энкоды работают на практике, услышав или прочитав это определение, тут же вспоминают Эллочку Щукину из «Двенадцати стульев», легко и свободно обходившуюся всего лишь тридцатью словами, из которых до нас дошло лишь семнадцать. Хамите. Хо-хо. В зависимости от обстоятельств выражает иронию, удивление, восторг, ненависть, радость, презрение и удовлетворенность. Хамите. 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 В самом деле, красота. Да, стулья хорошие. Знаменитые. Подарил кто-нибудь? Ого. Это что, действительно энкоды? Хо-хо. Об этом чуть позже.